всем привет дорогие друзья с вами я тут мы с вами продолжаем играть в х стал к стал сегодня у нас с вами пятый день развития нашего нового проекта сейчас нас 15 уровень я вчера практически сделал себе выходной здесь на этом проекте потому что у нас был открыт портал который очень быстро вы формировали из-за того что всем дали премиум и все туда чухнулись и рихнулись короче и дать или добивать себе всяких шмоток поэтому я решил от других не отставать и также под заработал себе пару интересных ништяков но естественно не на этом канале так у нас пожар и надо срочно куда-то сюда кого-нибудь направить еще далеко не все комнаты у меня заполнены людьми мы постепенно заполняем их и друзья у нас почему собственно я начал снимать это видео появился один интересный момент друзья у нас на нашем канале в нашем замке появился 1 4 звездочный житель вот считайте пятый день 15 уровень и 4 звездочки у нас уже одни есть ну естественно передел как только он появился я его сразу в размножение пустил пусть они там размножаются но мы с вами посмотрим чего да как здесь дальше у нас будет так друзья значит здесь есть еще много чего строить у нас с вами есть недостроенного сейчас мы посмотрим лаборатория тренировка класса алхимик 60 тысяч она стоит у нас сами к сожалению 20 сейчас мы попробуем решить этот вопрос но скорее всего вряд ли получится дальше у нас есть клановый холл который я строить пока не собираюсь и есть опять же для улучшения заклинаний магическая лаборатория 70 тысяч ну в общем как вы понимаете денег уже немного не хватает сундуки тур и пыры но это все не интересно но и в общем постепенно постепенно мы начинаем с вами копить на гномом как вы помните до первым делом мы сами купили старого строителя на гнома практически мы сами накопили он 450 стоит здесь вот можно его посмотреть так чтобы сразу взять на две недели на 15 дней точнее и есть некоторое количество у нас сундуков давайте с вами пооткрываем я далеко не все сундуки открыл который у нас с праздника остались поэтому их пока трогать не будем ну а здесь посмотрим что у нас есть интересненького может быть что-нибудь путное достанется и попробуем нашу доблестную армию усилить с вами так ну вот здесь есть лук есть немного яблок немного бабла бабло нам как вы понимаете сейчас уже очень нужно так есть еще кое-как я вот кстати неплохая смотрите сила магии полторы тысячи это круто иногда вы знаете в вот этих вот начальных вариантах получается что зеленые вещи даже по прикольней чем синяя вещь помощней открыть открыть но сейчас мы все откроем и потом посмотрим с вами я пока стараюсь не бить на кристаллы ничего потому что в хозяйстве может всякое пригодится хотя тоже уже кристаллов прилично в общем-то побил для хилляния ну простые вещи я принципе все таки стараюсь не использовать а вот более продвинутые вещи очень-очень даже можно и поюзать билетики открылись все но дальше у нас уже пошли вот эти вот сундучки которые нам сейчас пока с вами не особо нужны давайте-ка мы с вами сейчас посмотрим в чем мы там набрали давайте смотреть путным так смотрите вчера я уже не помню откуда мне досталось вот такой вот одеяние но но сразу видите 26 уровня на сами бойцы пока только 20 уровня это уже как раз практически на 30 уровень пойдет вот откуда она вылезла я честно не знаю из какого-то сундука знаете вспомнил это был сундук который мы получаем за просмотру рекламы это был пятый рекламный сундук из-за него соответственно дали нам вот это вот платьишко так что их смотреть очень полезно иметь и виду так давайте смотреть что у нас здесь еще есть что нам сейчас может понадобиться видите вещь в основном 21 уровня у нас еще пока нет таких бойцов нам бы что-нибудь посмотреть с вами хорошенькая на 20 уровень 22 в общем по идее конечно все это надо мочить кинжал и есть вот эту штуку давайте посмотрим хилял к есть смотрите 18 уровня 18 уровне есть вот такой вот одежка сейчас мы ее с вами попробуем заюзать сила маги ну вот это точно но не подойдет мы ее можем разобрать здесь 1600 оставим здесь 1300 пока оставим здесь 1500 тоже оставим в принципе вот двух магов можно достаточно сильных сделать которые будут залупашивать по вашим противникам так у нас есть еще на бижутерия сейчас мы ее попробуем куда-нибудь присобачить это мы с вами удаляем и это мы с вами их воскрешал к но все равно удаляем потому что белая здесь тоже белая это все в расход все окей дальше давайте посмотрим что у нас здесь есть можем ли мы что-нибудь одеть до можем и соответственно у всех это проверяем здесь никого нету больше ничего здесь давайте посмотрим можем лишь что нибудь одеть нет не можем но и у поваров тоже посмотрим мало ли может быть что-то сможем надеть повара сами понимаете вещь такая нужно здесь ничего нету окей дали нам еще сундучки премиум как вы поняли уже кончился друзья к сожалению с премиум было хорошо нам он дал очень хороший старт плюс дали хорошие старты вот эти все кристаллики которые нам дали то есть они вовремя мы прям так все подгадали вполне возможно если вы будете начинать вам так к сожалению не повезет но я в любом случае желаю вам удачи во всех ваших начинаниях у нас есть смотрите какая рекламная тема насколько я знаю ее вообще обычно очень любит пачка турнирных билетов по супер выгодной цене за 149 рублей я друзья еще раз вам скажу я стараюсь не донатить поэтому покупать ее не будут но те кто любит донатить вот имейте ввиду что вот такая пачечка появляется где-то на двадцатом уровне то есть я сейчас при входе в игре в игру ее получил это где-то минут 15 назад было и очень краткосрочное предложение ну и также есть еще вот такое вот предложение у нас четыре звезды не предел опять же его получилось за того что получил жители четырехзвездного и мне предлагают апнуть воды 5 звезд за 219 рублей еще один способ апнуть жителя если вы не знали вот сюда можно нажать и собственно за 2000 алмазов кристаллов господи как они называются его пропасть но я считаю что это точно не стоит вашей вашего внимания есть смысл просто-напросто спокойно в естественном режиме накопите четыре звезды и пять звезд и собственно вам в замке нужно чтобы у вас по большому счету было где-то порядка восьми человек пятизвездочных и если активно будете фармить корабль соответственно 12 человек пятизвездочных все больше вам не нужно все остальные могут и тремя звездами обойтись так окей друзья давайте мы сейчас какой-нибудь предмет создадим здесь я пока крафчу соответственно белые вещи хотя у меня уже есть что крафтить и зелененькие вещи ну синеньких пока еще в смысле зелененькие крафтим синенькие тоже можем крафтить фиолетовые крафтить пока еще не можем но тут понимаете что оружием слишком большого уровня то есть она все идет про запасы но все больше чем мы можем с вами использовать к сожалению потому что если мы посмотрим так не сюда вот сюда посмотрим на информацию то тут у нас в минимальный уровень которой оружие крафтится это 21 но в любом случае это нужно апгрейдить нам нашу тренировочную бойцов и там уже как-то что-то выходить из положения так ну и здесь создать предметы легендарные предметы мы создавать не можем это нужен уровень 2 для того чтобы их создавать вот такая ситуация по билетам что у нас по билетам нас есть два билета можно сейчас будет тогда сходить кстати можно глянуть еще какие луки у нас появились правда у нас здесь ребята сейчас занимаются для молодыми историями но мы сейчас сделаем магию и может быть даже исходим через несколько мгновений но предварительно давайте мы посмотрим можем ли мы как-то еще укрепить наш доблестный отряд посмотрим какое оружие мы можем здесь выдать так меч у нас 11 мы можем принципе взять вот такой вот вариант кинжалов давайте попробуем лучше бы конечно был бы меч потому что смотрите у нас восстанавливает непосредственно куртка одежда до себе здоровье плюс меч восстанавливает и в общем-то наш воин мог бы какое-то время продержаться с кинжалами все не так просто но по крайней мере урон будет больше наноситься противнику это уже хоть что-то так смотрим по одежде но смотрите нам нужен 20 21 уровень чтобы следующий одеть но здесь нету такой вкусной плюшки и как восстановление здоровья здесь все есть но броня меньше есть дополнительный урон нету восстановление здоровья все-таки когда есть такая фич как восстановление здоровья она некоторым образом снижает сливание вашего бойца особенно если вы не поднимите поддержки в виде отхила так здесь мы все по сами посмотрели ладно пусть ребята тогда у нас занимаются спортом ну смысле развлечения любовными ну а мы с вами вернемся чуть попозже и что-нибудь еще придумаем а еще знаете что я хотел посмотреть на же появился такая вот штука о точно мою часы повесим смотрите у нашего соответственно арбалиста был слабенький такой вот на здоровье оберег но собственно она больше не нужен всего лишь 220 прибавлял мы его сразу разбираем чтобы он нам не мусорил нашу всякую статистику здесь мы все улучшили и лук наверное можно ему поинтереснее подобрать и по моему здесь видел какой-то более прикольный лук давайте-ка мы сейчас вот сюда вот сюда вот с вами посмотрим 753 489 150 хотя он 18 уровне думаю вряд ли круче будет ну попробуем вот этот вот вроде как поинтереснее и с уворотом тоже да давайте смотреть 753 489 130 так урон меньше крит здесь крит получше но он при этом может по группе врагов работать ладно давайте пока такой лук поддержим то посмотрим может быть и будет в нем смысл какой-то пока вот прям супер яркого смысла я не вижу чуть попозже мы вернемся когда наши друзья размножиться и сходим на арену и так друзья наконец-то у нас случилось то что мы так долго ждали наши девчонки короче забеременели мы их сейчас быстренько раскидаем по их комнатам чтобы они у нас занимались своими делами дальнейшими но здесь у нас кстати девочка только-только появилась не знаю можно ее попробовать пустить вот сюда например пусть она покачается у нас или еще чем-нибудь полезно позанимается рекламу я попозже посмотрю без вас мы принципе можем с вами сейчас отправиться провести несколько боев на арене давайте займемся этим с вами посмотрим что у нас из этого получится у нас есть два билета и у нас 57 мощность отряда на текущий момент 560 у нас и темов знаков доблести у меня есть мысль приобрести такую штуку как сундук мастера в нем будет от 8 до 14 редких предметов я честно говоря не знаю какие эти предметы будут по уровню но мне кажется что они будут 20 плюс и поэтому одеться мы с вами к сожалению не сможем но рискнуть можно попробовать кто пробовал пожалуйста напишите есть смысл брать или нет здесь смотрите мы достаточно высоко уже забрались турнирную таблицу из-за того что у нас высокий уровень отряда и в принципе когда вы первый раз начинаете атаковать по барабану кто выше вас что так что так вы по 30 очков получите давайте попробуем вот этого деятеля зафармить если не получится то будем играть по схеме 1 пропускаем четыре следующих ну в принципе всегда первый бой и смысл проводить если вы его проводите с кем-то кто сильнее вас мощнее как вы помните мы с вами приобрели новое оружие в прошлый раз это у нас получается с вами были кинжалы ну и посмотрим как они у нас фармится блин я так думаю что мы наверное здесь проиграем ну да совсем чуть-чуть не хватило здесь как говорится удачи и все такое но мы проиграли с вами 1 прям вот отличный улетный бой был когда слился наш танк очень хорошим ну вот к сожалению мощности нашей армии не хватило возможно есть какие-то другие варианты смысл попробовать посмотрим но это ничего страшного нет первый бой я всегда можно играть таким образом что проиграйте хорошо поиграете еще лучше и в принципе наверное есть смысл его играть с достаточно мощным игроком так чтобы было если что не обидно что проиграли потому что если вы будете проигрывать уже потом то это будет намного более обидно сейчас мы быстренько все пособираем потому что друзья почему пособираем чтобы наш деятель улыбался продолжал улыбаться и у нас еще с вами не задействован наш гоблин он даже еще ни разу не был в этом замке поэтому приходится сюда заходить чтобы не падала настроение у нашего старост старожилы нашего владельца замка так ну что давайте вернемся сюда к нам на турнир посмотрим какая здесь у нас ситуация и что можно будет сделать возможно наверное в следующий раз мы опять поменяем на меч мне бы хотелось бы меч где-нибудь восемнадцатого двадцатого уровня получить который будет пополнять хп шичку мне кажется что в таком составе это было бы более прикольно ну что давайте смотреть 39 давайте попробуем его зафармим что же делать-то кого жизнь я надеюсь что уж на него то у нас сил хватит чтобы достаточно быстро справиться и набрать нужное количество очков есть отлично 44 очка на победу 11 секунд практически идеальный результат максимум мы могли бы 45 с него получить ну и поднимаемся в турнирной табличке повыше у нас есть целая минута 43 для того чтобы погулять по замку позаниматься всякой фигней как вы видите нас достаточно большое количество яблока и поэтому мы в этот раз отправляемся куда-нибудь на вторжение посмотрим как мы будем сражаться с вражескими оккупантами естественно заполняемся магией здесь тоже сразу готовим следующую магию и идем в бой постараемся без магии зафармить их но там посмотрим как получится нет пришлось немножко потратить но магия все-таки рулет как говорится окей друзья еще до конца турнира у нас 57 секунд сейчас мы посмотрим чем мы можем здесь может быть что-то за крафтить давайте-ка глянем значит смотрите казна 42 тысячи стоит у нас есть сундук попробуем его открыть посмотрим что у нас там есть в сундуке интересного в сундуке нам дали лук в общем то все больше ничего нету ну ладно давайте лук закроем посмотрим что нам даст следующее вторжение съесть еще немножко время не давайте так рисковать не будем пусть у нас отдохнет наш маг потому что его хилить некому мы его даже перекинем с вами вот сюда в нашу лечилку в нашу лечебницу госпиталь а сами отправимся на следующую фазу турнира посмотрим что можно будет сделать здесь у нас ну вот мы опять с вами на следующей фазе турнира и сейчас мы с вами попробуем вот этого зафармить я надеюсь что тоже у нас все получится хотя не факт но посмотрим у них два воина с топорами очень хорошо в таком составе мне кажется ходить там где большое количество вражеских отрядов вторжение фармите ну и грубо говоря там я не знаю там в портал ходить тип того так ok есть значит возвращаемся с вами к нашему шалашу идем с вами опять вторжение какой-нибудь зафармим добавим с вами еще одну магия сделаем ее пусть будет так идем туда фармить врагов в целом с кинжалами халаш хорошо но еще раз скажу так как у нас воин хилит только сам себя своими силами поэтому наверно в таком составе проще было бы и лучше было бы если бы у нас был бы меч меча к сожалению пока нету посмотрим что у нас сейчас будет с вами в этом сундучке давайте откроем может быть там будет меч меч меча к сожалению нет зато у нас появились с вами деньги на апгрейд казны давайте мы ее лучше три часа ну и соответственно учитывая то что у нас здесь несколько человек время сокращается до 2 часов 32 минут отлично все супер все работает здесь у нас кстати тоже все работает потихонечку 47 минут осталось и сейчас мы тогда с вами наверное еще сходим куда-нибудь зафармим кого-нибудь так надеюсь что мощности точнее здоровья на у нашего танка хватит можно вот так вот принципе сделать чтобы подстраховаться да можно было даже наверное и не тратить маки но с другой стороны если маги есть чтобы ее не потратить правильно давайте мы с вами сейчас еще заберем одну магию сюда и один начнем готовить так а у нас тем временем подошло время нашей арены посмотрим что у нас здесь на арене 50 уровень есть 75 есть 83 есть 69 ну наверное 50 придется фармить что сделать там других вариантов нет так вот смотрите симметричный нам отряд без хила но друзья у них два арбалета арбалета как вы понимаете наверно помощнее чем луки так что наши луки против арбалетов но у них 50 уровень у нас все-таки побольше наверное в какой-то мере это учитывается и вот к сожалению все случилось для них не очень хорошо николай великий 56 уровень у нас выиграл вот надо обращать внимание сюда принципе можно посмотреть чего как они сделали то есть нам с ним лучше не сталкиваться с николаем великим с этим а у него чего у него арбалет него кинжалы и у него респ все понятно ладно давайте вернемся назад сходим еще раз с вами куда-нибудь на вторжение попробуем заработать еще себе меч или еще что-нибудь полезненькое может быть колечко какой-нибудь вижу да ну достаточно легко кладется вражеская вся эта фигняшка давайте забираем посмотрим что у нас здесь есть в нашем сундучке нас два даже сундучка получилось в одном из них явно что-то должно быть полезно и него и так очень хотелось нет к сожалению в обоих деньги но деньги вещь хорошая конечно нам нужно их для следующего апгрейда 50 или 60 тысяч ну вот можно 30 40 здесь здесь много чего есть что еще можно по восстанавливать так давайте-ка мы с вами наверно сразу спадем на финальный бой мы с вами друзья так уж получилось получились на первом месте нет не на первом на первом месте у нас появилось получился вот этот вот деятель с 83 тыщами мощности естественно против него действовать мы не сможем поэтому выбираем самого слабого и фармим его надеюсь что он здесь у нас все получится быстро по крайней мере пока все получается нормально ноутлуки дают такую возможность быстро фармить смотрите 30 очков на победу 11 секунд за 11 секунд по своему справились то есть это максимальное количество очков которые мы могли бы получить нас в сумме получается 159 очков ну и фактически 159 очков пока это у нас третье место хотя нет вот 164 это четвертое место уже получается ну да увы и ах как говорится но здесь шестьдесят девять очков здесь семьдесят пять очков здесь 83 то есть это ребята уже нормально таки прокачены кстати можно посмотреть насколько у них отряды прокаченные все они двадцатки даже на восемьдесят третьем поэтому наверное нет смысла вылезать за двадцатый уровень чтобы не получить по к башке дайте здесь посмотрим двадцатый 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 то есть надо смотреть по тому как созданные отряды у врагов особенно у сильных врагов вы можете делать для себя какие-то выводы смотрим что вот двадцатые да не все видите несмотря на то что он прям вот супер-пупер восемьдесят три у него там луки всякие прочее вот где он такой лук раздавал а но это восьмой уровень и рука у него кстати то что я рекомендовал артефакт с 20 по 35 уровень ладно давайте вернемся назад соберем здесь все посмотрим что у нас есть еще у наших вторгающихся друзей зафармим их давайте друзья вперед 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 мочите их мочите есть супер-супер отлично все здесь мы собрали давайте посмотрим что у нас в сундуке может быть меч нет к сожалению золото но и закончился закончился турнир сейчас мы туда перейдем своим почему-то он меня не сфиксанулся четвертое место как я предполагал четвертое конечно это не третье за третье было бы вкуснее но все равно потихонечку мы движемся с вами вперед в общем друзья мои провел я несколько боев не очень удачных самое большое место которым не удалось занять это четвертое было последний вот арену я сражаюсь за яблоки сейчас мы совсем мало с вами получим здесь и смысл конечно ходить на арену за яблоке есть только в том случае когда вы боретесь за первое место так чтобы получить билетик иначе это будет ну просто пустой слив яблок а собственно получать и темов вы будете очень мало здесь у нас в врагах очень мощные враги смотрите у нас получается наш отряд 59 а здесь враги 86 84 72 74 то есть ну как минимум мы на вот таком месте будем вот этот враг тоже нас мощнее это я в самом начале бою наступал первую фазу думал мало ли может быть повезет нет не повезло получается что даже мы наверное будем где-то вот 128 почему-то он проиграл но смотрите мы наверно будем с вами на пятом месте на том на котором собственно сейчас и с вами и находимся других вариантов не будет все остальные будут ниже нас но все равно это мало потому что получим очень маленькое количество и темов и в принципе если у вас конечно есть яблоки больше их не на что тратить то наверное есть смысл сходить на арену по чуть-чуть по чуть-чуть там как-то начинает зарабатывать но если у вас таких яблок постоянно не хватает а тогда наверное рядом смысла за яблоки ходить нет все-таки копить билеты и тогда уже продолжать ходить на арену так сейчас мы получим результат да как я предполагал это пятое место забираем награду друзья и это всего получается 50 и темов вот несмотря на первое место 5 место но с другой стороны если мы пошли бы за билеты то 50 и темов это за самое низкое место подавали ну то есть в любом случае хоть какой-то выигрыш есть давайте посмотрим что у нас в сундуке нас ждет у нас есть даже несколько сундуков так магический урон отлично денежка скалка броня и дальше уже пошла фигня всякая не нужно в общем друзья вот такая ситуация я начал потихонечку прокачивать наших жителей на навыки так чтобы можно было одевать на них лучшее количество одежды лучшее качество одежды и получать лучшим успехи сейчас посмотрим что-нибудь можно здесь еще построить в принципе можно будет госпиталь сделать и сейф можно будет сделать наверное сейфа надо будет начать для того чтобы продвинуться ну за этим мы с вами прощаемся увидимся в следующий раз приходите еще будет много всего интересного всем пока пока